Ещё парочка мер, по которым пробегу совсем бегом. Не буду даваться подробностей и вычислениям. Так называемые статистические меры, которые основаны на разных статистических критериях, применённых к входству текстов с большей или меньшей привилегительностью. Они ведутся спор о том, хорошо ли их применять, но эти лимиты направлены часто делают. Например, есть такая мера, которая называется коэффициент критериев, как мера, которая называется х квадрат, которая вообще измерять используется для совершенно других нужд. Но в измерении входства текста она нашла своё место и применяется очень часто. Что мы делаем? Если нам нужно сравнить расстояние, когда мы поставим а и а, мы берём их объединённые частоты списка. Ну, если это каких-то... Необязательно, чтобы это были все слова, часто берут, сколько это самых распространённых слов, 10, 100, 1000 и так далее. И представляем это видео только в таблице. Вот смотрите. Вот это корпус русской художественной литературы 50-60-х годов, и корпус патистической литературы 50-60-х годов. А это частоты в долях слов «ив», «не», «на», «я», «в», «что», «он», «с», «что», «а» и прочие в этих корпусах. И мы делаем такую штуку. Вот мы записали в виде таблицы все эти значения. Теперь, представьте себе, как бы выглядела эта таблица, если бы эти корпуса были одинаковыми. То как бы выглядели вот эта столбец и вот эта столбец? Они были бы одинаковыми, чем эти таблицы. Программа стояла за значением «и», были бы равны половине значения вот в этой сумме, да, в суммарной столбце. Мы бы ожидали, что когда число этого слова «и» будет 00275 и 00275, что-то слово, например, слово «он» будет 0016 и 0016. Она не такая. И дальше мы некоторым вот таким вот образом берем «О» – ожидаемые частоты в каждой ячейке. «Е» – это, кстати, ожидаемые частоты в каждой ячейке. Мы берем эту разность, возводим в квадрат, дальше делим ее на ожидаемые частоты, суммируем. Ну вот подробности я говорю, я не хочу в них сейчас сдаваться, но я допускаю, что вы их так бегло не усвоите, я просто хочу почерпнуть свои деньги, что мы находим разум между ожидаемыми и наблюдаемыми частотами, дальше мы их суммируем, «Е» делим на ожидаемые частоты, разность делим на ожидаемые частоты, дальше все суммируем во всех ячейках. Если сумма этих разностей будет не очень большой, то корпуса похожи. Если она будет большой, то корпуса, наоборот, не похожи, так что это хорошо работает как мера расстояния. Ну вот такой вот небольшой тоже простой способ измерить расстояние каждого корпуса. Еще один справедливый способ измерять расстояние каждого корпуса — это называемый как ицент корреляции с фирменом. Цент корреляции с фирменом. Опять-таки, отсылаю вас к Википедии или любому другому полезному математическому источнику, который позволит вам понять, что это значит. Я вислю только на пальцах. Только на пальцах. Делайте просто сюда. Вот мы рисуем ранги слов. Мы строим частотный список и указываем для каждого слова, какое место оно в нем занимает потом в одном списке для одного корпуса текста и в частотном списке для другого корпуса текста. Один, два, три, четыре. Вот вы видите, да? Вот здесь вот слова «и», «в», «не», «на», «я» — второго корпуса текста. Если мы фиксируем таким образом, то есть слова «и», «здесь первое», «здесь первое», «здесь второе», «здесь третье», «здесь третье», «здесь третье». Слово «нет», «здесь четвертое», «здесь пятое». Но иногда имеются некоторые минимальные различия. И дальше мы можем попробовать эти точки, с координатами которых будут... Значит, одна координата — это значение в рангом номер частотной списке в одном корпусе, а другая координата в рангом частотной списке в другом корпусе, можно будет эти точки изобразить на координатной плоскости. И если у нас списки абсолютно идентичны, то есть если первое слово в первом, то списки оказываются первым словом в втором списке. Второе, 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 третье, третье и так далее. То как выстроятся наши точки? Они выстроятся вот так вот. Они выстроятся один один, два два, три, три, четыре, четыре, пять, пять и так далее. Они выстроятся в идеальном прибавлении с волонкой концертной матикой. Это, собственно говоря, показывает, что они идеально скоррелируют, что экран идеально скоррелирует даже самым. В реальности будет что-то немного другое. Вот реальность, я даду пару примеров. Здесь вот такая вот, разумеется, 4,7 незаметно. 5,4, 7,5 и так далее. И когда мы проведем прямую линию, которая наилучшим образом их приближает, если выдаёшь из-подробностей того, что имеется наилучшим образом, как это работает и так далее. Это, конечно, целая от вас к более специализированным источникам. Но это наилучшее приближение, а имеется хоть другой угловой коэффициент. В нашем случае, но имеется угловой коэффициент 0,90. И этот угловой коэффициент показывает величину корреляции между рангами. Как говорится, вот здесь вот ранги коррелированы не идеально, но довольно хорошо. Это почти прямая с боевым коэффициентом 1, но всё-таки не вполне она. Так что для этого мера, который показывает близость наших корпусов, соответственно, если выключить её изъединиться, то мы получим расстояние. Вот примерно так работает коэффициент 0,90 для корпусов для сравнения с корпусами. Но самый главный вопрос, которому я хотел бы посвятить оставшуюся часть, небольшую нашего занятия, стоит то, а что это всё-таки правильно? А какая из этих мер является правильной, и какая лучше всего позволяет нам сравнивать между собой тексты, искотексты и так далее? И вот ответ на этот вопрос очень нетривиально найти.